Знаю. Так ты играешь или нет? Принимай ставку, Лайонелл. И чтоб ты проиграл. Похоже, ты скис. Оживаешься. Но уже шесть утра. Твой ход, Лайонелл? Я проголодался. Дилан, повар ещё не спит? Нет. Тогда сделаем перерыв. Я хочу позавтракать. Перерыв сделаешь позже. Надо закончить игру. Как, Харли? Мистер Локвич, делать перерыв посередине игры это не по правилам. Послушай, Дилан. Вся эта игра идёт не по правилам. Да и вообще мы с СС уже давно играем без правил. Лайонелл, сядь на место. Уже едет. Мистер Локвич, посмотрите правде в глаза. Ваше будущее на столе. Оттягивание неизбежного ничего не изменит. А если я ещё подниму ставку? Вряд ли. Вряд ли? Посмотрим. Мы сейчас всё равно прервёмся. Слишком много шума. Вот он, мистер Локвич. Джентльмены, что вам принести? Пожалуйста, мне омлет с грибами, не очень зажаренный. Играй в фрузовый сок. Хорошо. А вам что, сэр? Чёрный кофе. Решил поголодать, Си-Си? Дилан, стол должен охраняться. Никого к столу не подпускать, ничего на нём не трогать, понятно? Кажется, к финалу я не опоздал. Почему они прервались? Завтрак. Как благородно. На кона огромные ставки, Мэйсон. Никогда не видел такой игры. Не обольщайся, Дион. Это не игра. Может, позавтракаем вместе? Я подожду, пока Си-Си сопрёт тебя в порошок, тогда будет повод отпраздновать. Я думал, ты умнее, я в густо. Я хочу, чтобы тебя полностью уничтожили, дорогой. Да? Но тогда после развода ты получишь половину нуля. А если я выиграю, то половину выигрыша. Переходи на мою сторону, Августа. Спасибо. На четырёх червах можно проиграть. Ты что, телепат? Сейчас неважно, четыре червы или три пики, отец. Я знаю этот вариант. Чистый блеф. Знаешь, Мэйсон, когда мы закончим, я готов сыграть с тобой. Я предпочитаю Костей. Выбор игры за тобой. Но, скажи на милость, на что ты будешь играть? Несбывшиеся надежды на кон не поставишь. Ничего. У меня богатый отец. Который не даст тебе ни гроша. Миллионы на ломберный столб, ни цента Мэйсону. Мэйсон, ты можешь их остановить? София, ты всегда оказываешься в гуще событий. Так продолжаться не может. На столе целое состояние. Это лишь верхушка айсберга, София. Вопрос не в том, кто выиграет деньги. Вопрос в том, кто выиграет девушку. Кто окажется в постели с прекрасной Софией. Игра идет на это. Иден. Привет. Керк. Привет, Дилан. Жаль, что вас не было на открытии. Извини, у нас были неотложные дела. Нельзя было их не сделать. Понимаю, но на главный финал вы успели. Я не могла дозвониться до отца. Он не подходил к телефону. Не хотел прерываться. А где он? Вон там, у них перерыв. Спасибо. Папа, ты просидел здесь всю ночь, ты очень устал? Эта обчинка стоит выделки, родная. Уже утро? Все в порядке. Сиси, а зачем охрана? Они охраняют стол. Крутая игра. Слишком много поставлено на карту. С кем ты играешь? С Лайн Вон. Он взял перерыв, хочет подумать, что делать. О чем именно? Принять мою ставку или нет? Какую? Мои 40% акций казино против его 40%. Какие его акции? Видимо, вы с Керком проглядели маленькое примечание в контракте Дилана. Лайн Лоу принадлежит в этом казино ровно столько, сколько и мне. Но это ненадолго, потому что после этой игры мне будет принадлежать 80%, а ему ничего. 80%? А может, еще что-нибудь, если он поднимет ставку. А если ты проиграешь? Не волнуйся. Хоть он и сильный противник, надо отдать ему должное, он силен. Мы играли всю ночь. Я смотрю, вы привлекли всеобщее внимание. Он выглядит уверенно. Скажи-ка, это Керк. Что? Скажи вслух. Ему или мне, если он поднимет ставку, принимать ли ее? Тогда мне нужно посмотреть карты. Покажите ему. Ну и ну. Он у вас в кармане. Ну-ну. Иди, пополни. Твой муж распоряжается моими деньгами. Я вышла замуж за игрока. Папа, извини я на минутку. Конечно. Хорошо, что мы сюда все-таки приехали. Жаль было бы пропустить такое. Здравствуй, мама. Здравствуй, родная. Ты была здесь всю ночь? Все здесь были. Я бы хотела с тобой поговорить. Ну, конечно, наедине. Хорошо. Пойдем сюда. Пора бы закончить. Я не собираюсь останавливаться. Пожалуйста, отойдите от стола. Будьте добры. Спасибо, можно сделать перерыв. Ладно, Лайонел. Давай заканчивать твой ход. Принимай ставку или сдавайся. Похоже, они начинают. Может, ты попытаешься счастье или сдаем карты? Не хочу больше вмешиваться. Мама, они же не...